Для Александра Козлова это уже 37-я сдача крови. Сегодня особенная на плазму. Кровь измены небольшими порциями поступает в аппарат, где из нее удаляется плазма, а все остальные элементы возвращаются донору обратно. Процедура длится около 40 минут. Постоянно приходят смски. Очень положительное ощущение, что моя кровь понадобилась какому-то больному человеку, ребенку. Травмы, операции, тяжелые роды, онкологические болезни, несчастные случаи. Переливание крови помогает спасти жизни людей. Тромбоциты хранятся до пяти суток, эритроциты до 42 дней. Плазма хранится до трех лет. Но запасы донорской крови не бездонны. Летом запасы крови значительно истощаются. Это время отпусков. Число доноров сокращается с 80 до 50 человек в день. Еще не катастрофа, но нехватку донорской крови в Крыму уже ощутили. На сегодняшний день это все запасы первой отрицательной, второй отрицательной, которые необходимы больным. Поэтому мы очень нуждаемся в эритроцитарной массе, в резусе отрицательной, первой и второй группы. Тем, кто собирается вакцинироваться от коронавируса, специалисты центра советуют сдавать кровь за две недели до прививки, либо через месяц после получения второго компонента вакцины. На данный момент у нас возник дефицит острый в первой и во второй отрицательной группе крови, так как в медицинских учреждениях Республики Крым находится много пациентов, ну и вот скажу по второй отрицательной, 10 пациентов, нуждающихся в этом компоненте, именно этой группы крови и этого резуса. Сотрудники центра призывают крымчан активнее участвовать в донорском движении. Их кровь поможет тем, кто сегодня отчаянно борется за жизнь. Айша Шулакова, Аким Пикиров, телеканал Миллет.